здравствуйте друзья сложный вопрос о взаимоотношениях детей взрослых и престарелых родителей я хочу сказать что моих родителей уже нет в живых у светы мама осталось ей 93 года и она живет в сан-франциско вот сегодня света к ней ездил она живет в сан-франциско а мы живем в часе езды от сан-франциско раньше сестра была старшая там жила рядом с мамой помогала ну как бы совсем другое дело а так получается что люди наемные значит во первых это конечно финансовый вопрос когда нужен уход с человеку если ты сам рядом тебя рядом нет и ты не можешь даже если бы мы жили рядом но мы при этом работали бы и мы мы просто не могли бы физически знаете поэтому это финансовая нагрузка большая есть специальная страховка такая называется long term care вот у нас есть вот мы мы со светой купили себя и потому что не хочется на старости лет быть финансовым временем для своих детей там и так далее но понимаете как вопрос чем есть денежная составляющая а есть составляющая внимания есть составляющая того что человек когда он уже постарше но сам уже к совсем в таком немощном состоянии давайте для него общение очень важно и с детьми и с внуками может быть с правнуками и какой-то такой человеческий фактор здесь люди долго живут и вы знаете что статистически наверное знаете последний раз когда интересовался там я читал что женщина живет на 7 лет дольше чем мужчина если например я не знаю в среднем допустим допустим в браке мужчина на 4 года старше это значит что женщина в среднем живет 11 лет уже будучи значит вдовой но в общем целая большая такая проблема я я понимаю что у нас сейчас интересует не глобальный такой демографический ли там социальный аспект а вот как люди с этим управляются надо сказать что тут очень много такого культурного что ли аспекта то есть разные культуры по разному на это смотрят например американцы они с детства растут в таком обществе где человек не не надеется на других и он сам он внутренне активен он не будет просить о помощи даже если вы скажем не помешало бы но он не будет просить если только сильно не припернут при том что ему с удовольствием помогут но как-то не принято просить и поэтому люди пожилые но вот вы если так вот задумайтесь там а штате флорида да и посмотрите что там происходит там колоссальное количество пенсионеров то есть то есть ну невиданный процент населения штата это пенсионеры которые северных штатов вот из нью-йорка из нью-джорси вот оттуда они пока молодые значит там заводит себе какую-то недвижимость или не обязательно потом может быть вот и они перебираются на ретармент и там громадные территории застроенные там вот этими комплексами для пожилых людей есть для бедненьких там одно для тех кто побогаче другое для тех кто совсем побогаче третье вот и у них там своя пенсионерская тусовка и там все так вот мы вот как бы как выходцы из страны советов мы как-то больше привыкли но к тому что вот как-то родственные отношения они в общем-то связаны с тем чтобы где-то там неподалеку жить может быть там видеться общаться там и так далее и я знаю но вот у нас у нас есть какие-то свои на этот счет там представление вот что сказать значит это все непростые нелегкие штуки и даже когда есть деньги например заплатить за уход все равно остается это ощущение вины понимаете что ты не додал не не досмотрел не как бы сказать должок за тобой давайте вот это вот это ощущение должок за тобой она остается особенно когда уходят родители и уже ничего исправить нельзя быть пока люди живы находятся там причины чтобы дал джук образовался а когда уже людей нет уже и не раз не рассчитаешься вот поэтому это все морально конечно тяжело и родителям тяжело и детям тяжело и родители в принципе понимают что дети должны работать и в общем то все это все это понятно вот но в общем то сложно есть масса заведений как платных так и бесплатно где пожилые люди там проводят время если они активны то это например там скажем будет синер центр там в городской скажем санивейли есть синер центр санта кларис самому маунтин бью там и так далее пола алта вот сюда есть синер центр туда люди приходят там уникет программы они машинку будет они бодренькие хуже когда человек уже не может тогда ему нужен какой-то уход сейчас тенденция такая и по деньгам и по вообще по желанию самих людей чтобы уход был на дому они в учреждении то есть такой уход в учреждении дороже намного обходится с одной стороны с другой стороны людям хочется быть дома и жить дома и не жить где-то где у тебя там не знаю не хорошая такая обстановка поэтому где-то страховку это лунгстеркер заплатит где-то дети просто платят из кармана где-то это комбинируется когда не хватает на страховке в общем тенденция к тому чтобы уход был на дому сейчас такая большая серьезная тенденция даже вот люди которые там на пособиях и если они бедные соответственно есть какой-то есть какие-то фонды государственные на то чтобы поддерживать есть как сказать есть деньги на уход то есть приходит социальный работник который интервьюирует человека клиента социальной службы и по вопросам и там как-то по своим но не умеют это делать у них есть методики они определяют сколько часов в день нужно это в неделю или в месяц нужно вот этому человеку на то чтобы ему помогли кому-то нужно сготовить кому-то нужно сготовить например и помочь помочь ему там допустим принять душ а с кем-то например более тяжелым надо находиться круглосуточно и днем и ночью потому что он может проснуться например и он не может сам дойти до туалета ну и так далее поэтому значит социальный работник определяет сколько там часов это есть в этом есть соответственно они там платят я боюсь соврать 10 долларов может быть 12 там зависит от того где вы живете какие расценки они платят людям которые обеспечивают этот уход они дают им страховку этим людям которые обеспечивают уход они как бы становятся government employees да не на государственной службе они могут проживать прямо вот там же где этот уход если это уход круглосуточный это в общем-то для людей которые в состоянии это выдержать и может быть кто-то был медработником там я не знаю это не каждый может выдержать с больным человеком даже если он собственным уме там а есть такие что не совсем твоего меня не могут вести себя не очень хорошо адекватно и тогда вот там с проживанием с питанием там со всеми делами то есть это для многих новых эмигрантов частности нелегалы многие этим занимаются потому что денежка в целом там небольшая планица а так значит для них вроде ничего в общем что там сказать то есть уход это одна сторона это как-то еще решается деньгами страховками а вот внимание это другая сторона очень многие люди знать как они живут в одном городе детям родителям тут дети там бывает что тебя там 5 детей никто с тобой рядом не живет вот там раз в год там кино посмотрите да там на новый год съезжается вся семья там пятеро детей family reunion а потом разъезжаются а еще и там еще и пересориться пока там три дня вместе были так что судя по фильму так что сейчас редко у кого 5 детей где сейчас такие семьи я не знаю я не очень тут вижу такая такая вот история невеселая но я не знаю осветил ли я те аспекты которые хотел чтобы были освещены автор вопрос а вот как бы как мог спасибо а